Как помочь всему миру? В Библии написано, «Но вот к тому месту, где он лежал, подошел проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и сжалился над ним». Логично предположить, что упомянутый самарянин ехал куда-то по своим делам. Однако, когда он наткнулся на лежащего возле дороги путника, избитого и ограбленного, он изменил свои планы и отвез раненого в город, где заплатил за его лечение из собственного кошелька. Самарянин проявил сочувствие, отложив свои дела в сторону. Сегодня слишком многим людям нужна наша помощь. То, что нам круглосуточно показывают различные трагедии и катастрофы, со временем нас делает равнодушными к чужим страданиям или вынуждает опустить руки от бессилия. Причина и той, и другой реакции в отсутствии личных отношений с пострадавшими. Мы чувствуем естественное желание помочь родным и близким. Но как же быть со всем остальным миром? Ответ заключается в самом вопросе. Помогите тем, до кого можете дотянуться, здесь и сейчас. Мы не отвечаем за то, что не можем контролировать. Наш долг – заботиться о ближнем, как это сделал самарянин в притче. И состраданию, и отзывчивости можно научиться. Вам же под силу принести еды беременной соседке? Или довести мигранта до ближайшей больницы? Вопрос лишь в том, готовы ли мы отложить ради этого собственные дела. Когда мы поймем, как много людей вокруг ежедневно сталкиваются с какими-то трудностями, у нас не останется иного выбора, кроме как научиться планировать свое расписание так, чтобы всегда быть готовыми прийти им на помощь. Чтение на сегодня. Евангелие от Луки. Десятая глава. Стихи с 25 по 37.